Как можно догадаться по этой драматической цитате, вынесенной в название, я буду говорить о той меланхолии, печали, тоски и так далее, которая связана с расставанием с автобиографическим текстом, и если вы не пробовали читать какой-либо текст на протяжении 10 лет, я вам расскажу, как это делается. Очевидно, что не только то, что в разные эпохи и в разных культурах автонарративы пишутся по-разному, но и то, что они предполагают разные модели взаимоотношений с потенциальным читателем, и мы понимаем, да, мы понимаем, что любой текст дневника, даже самый интимный, он предполагает, имеет в виду какого-то читателя. Я буду говорить о дневниках, точнее, об одном дневнике, и как не раз отмечалось исследователями, дневники с точки зрения читателя, кем бы он ни был, опять же, представляют собой такое ностальгическое, меланхолическое чтение, поскольку мы наблюдаем за тем, как разворачивается жизнь автора в режиме актуального времени, зная при этом, что жизнь уже прошла, и нередко зная, как именно она прошла. И это отличие дневника, пронизанного вот этим ощущением живой жизни, которое еще только разворачивается, от мемуаров, когда человек смотрит на свою жизнь, на какой-то период своей жизни, как на уже завершившийся. И, конечно, это создает особое настроение для читателя. Однако это суждение очень общее и основанное преимущественно на особенностях самого текста. А между тем отношение к ним может быть очень разным в зависимости от того, как мы читаем текст и с какими моделями и нерративами его соотносим. И вот, наверное, одна из самых известных читательниц дневника Пипса, Сэмюэра Пипса, о котором пойдет речь, Вирджиния Вульф, в своем собственном дневнике, который она вела многие годы, с одной стороны, демонстрирует любовь к тексту своего предшественника, она называет его своим дорогим Пипсом, она не раз его цитирует, но, с другой стороны, сам процесс чтения, который мы видим в этом дневнике, был максимально далек от смакования всех этих сентиментальных настроений. Она читала Пипса в 1897 году, когда ей было всего 15 лет, и это самая ранняя четырехтомная версия изданного дневника. Вот эти четыре тома она читает, и единственное отношение к тексту, который проявляется в ее собственном дневнике во время чтения, это желание как можно побыстрее его дочитать. Она берется за Пипса 29 марта 1897 года. Через пять дней, 2 апреля, она записала, что прочла первый том, 7 апреля прочла второй том, 12 апреля третий, и 13 апреля она пишет, что начала читать последний том и надеется завершить его к завтрашнему дню, чтобы приняться за историю Англии Маккалея. На завтра уже никаких упоминаний о Пипсе в ее дневнике нет, она просто делает замечание, что она взялась за новую книгу. Конечно, это не означает, что она не испытывала никаких эмоций, но сама манера ее чтения не предполагает большого внимания к ним и вообще какого-то существенного выделения дневника из череды других книг от прошлого. Идея моего сегодняшнего доклада тоже была навеяна чтением дневника Пипса, но другого, вернее, вышедшего в 2004 году издание под названием «Поздние дневники Пипса». Само название тут тоже показательно. И введение к этому сборнику, там несколько небольших дневников опубликовано, оно написано в не очень привычной для современного академического издания, такой меланхолической манере. Я сейчас процитирую. «Великий дневник, который сделал Пипса всемирно известен, был завершен 31 мая 1669 года. Уже некоторое время зрение его ослабевало, и он опасался неизбежной полной слепоты. Полагая, что значительная часть вины лежит на дневнике, который писался в стенографии и обычно при свете свечи, он с большой неохотой все же принял решение не продолжать его. И хотя его зрение восстановилось после нескольких месяцев отдыха и со временем он вернулся к привычной стенографии, он больше никогда не вел подобного дневника. С нашей стороны было бы не меньшей грубостью сетовать на то, что он оставил нам всего лишь 9,5 лет дневника, чем жаловать, что композитор не написал 10-ю симфонию. И все же мы не можем не сожалеть, что Пипс не оставил нам документа хоть какой-то художественной ценности о великих событиях 1670-х и 1680-х годов, активным участником которых он был. В Третьей англо-голландской войне били об отстранении герцога Йоркского от наследования, развития партийной политики, революции 1688 года. Это действительно одна из важнейших и интереснейших книг, которые никогда не были написаны. И вот этот стиль с одной стороны видится таким своеобразным возвращением риторики 19 века, а с другой стороны свидетельством изменений в культуре чтения дневников, которые происходят сейчас, в первую очередь, благодаря новым медиам. И я как раз хотела бы поговорить о том, как мы можем интерпретировать вот эту печаль, которая, с одной стороны, вроде бы не нуждается ни в каком пояснении, а с другой стороны, довольно необычно. Автор этого издания, в общем, оправдывается в публикации этих текстов, сразу нам давая понять, что они-то никакой художественной ценности как раз не несут. И пишет, что даже самые пространные из дневников, опубликованные здесь, второсортные, ни один из них и близко не приближается к масштабу дневника 1960-1969 годов. И поясняет тогда вообще, зачем и почему он их публикует. Все эти фрагменты, тем не менее, могут быть интересны, как бывают интересны, незначительные произведения великих композиторов. И они, несомненно, являются важнейшими историческими документами. Но главным образом многочисленные поклонники Пипса найдут здесь дорогие для себя моменты, подобно тому, как мы ценим компанию старых друзей даже и тогда, когда они потеряли когда-то восхищавший нас задор. И вот эта отсылка к некоторой аудитории поклонников, она не случайна. Дневник очень популярен в англоязычном мире, не только как такая образцовая практически модель дневникового текста, но и как классический текст, сравнимый с сочинениями Чосера или Джей Ностин. И об этой популярности свидетельствует тот факт, что уже в 1958 году на его основе был снят художественный сериал BBC с Питером Салесом в главной роли. И вскоре после этого знаменитый британский комик Бенни Хилл посвятил Пипсу один из скетчей в своем шоу. Испетая им в этом скетче песня Пипса в духе английской площадной баллады, она даже попала в хит-парад 1961 года. Сейчас существует множество всяких проектов, связанных с дневником Пипса, во многом научно-познавательных, но при этом, при всей популярности дневника, этот текст, который мало кто читал целиком в силу его объемности. Это в современном издании 9 томов самого дневника и еще 2 тома справочных материалов. Поэтому в основном читается не дневник целиком, а всевозможные сокращенные издания разной степени фрагментированности. И, собственно, судить о них мы можем по тому единственному изданию, которое было сделано у нас, где вот этот весь объем был ужат примерно до 200 страниц карманного формата. Я сегодня буду говорить о двух взаимосвязанных проектов, которые предполагают именно чтение дневника целиком. Первый из них был запущен как раз за год до вот этого издания поздних дневников Пипса, и, вполне возможно, он повлиял на то, как было написано вот это введение к нему. Оба проекта, о которых пойдет речь, были созданы Филом Гиффордом, актером и специалистом по созданию веб-сайтов. Он, как можно здесь видеть, автор нескольких интернет-проектов. И они все объединяются одной идеей изменить привычное восприятие информации. Чтобы было очень понятно, я приведу самый простой и самый показательный по этому его проект. Он называется «Твилскрин». Это твиттер в полноэкранном масштабе. Но не просто твиттер, а этот проект показывает твиты Министерства безопасности четырех стран, потому что в таком формате они выглядят наиболее пугающими. И это подчеркивает, что, собственно, в этом-то и заключается главная цель такого способа коммуникации с обществом. Общество надо напугать, значит, вот мы представим информацию так, чтобы она пугала максимально. Дневник тоже становится одним из проектов вот такого воплощения в цифровой среде. И, в общем, мы можем говорить о том, что дневник, наверное, довольно хорошо подходит для такого электронного типа чтения. Сейчас я уберу эту страшную картинку. Значит, как замечал Роже Шартье, чтение перед экраном – это процесс принципиально прерывистый. Мы ищем какие-то фрагменты информации, отрывки, главы, фразы, которые интересуют нас сами по себе. В общем, вне того, как они встраиваются в общий текст. Вот этот вот интерес к общей целостности текста, он теряется. И поскольку дневник как раз представляет собой набор фрагментов, которые, в отличие от биографии или автобиографии, не связаны с сюжетной логикой, то как раз такой тип чтения здесь оказывается очень уместным. Но при этом интересно, что автор этих проектов, поясняя их смысл, говорил о том, что его основной целью было понять, как можно представить дневник как историю, понимая, что он историей не является. И, собственно, решением этой задачи стала временная растянутость чтения, когда историей становится само чтение дневника. Как видно из этой картинки, публикация была реализована в двух форматах, которые предполагают и предлагают разные типы чтения. И Гиффорд отмечал, что в одном случае он намеревался представить максимально простую и близкую пользователям версию, а в другом, напротив, хотел, чтобы они увидели текст, как сложный, многослойный, в котором переплетаются повествования о разных аспектах жизни прошлого. Первый проект стартовал 1 января 2003 года, второй – в апреле 2008 года, и с этого момента они разворачивались синхронно. Ежедневно публиковалась запись одного дня из дневника ПИПСа. Соответственно, оба проекта завершаются одновременно, 31 мая 2012 года, публикации последней записи за тот же день 1669 года. Потом они были возобновлены сначала тоже синхронно. Собственно, вот эти два параллельно развивающихся проекта интересны тем, что они порождают разное восприятие и самого ПИПСа, и прошлого, и дневникового текста, и разный тип взаимодействия с ним. Я не буду на это отвлекаться, может быть, как-нибудь в другой раз доведется об этом поговорить, я остановлюсь только на тех аспектах, которые связаны с нашей с вами печалью. И начну я с более позднего, но более простого проекта, который был реализован в социальных сетях, в Твиттере и Мастодоне. Я буду показывать Твиттер как более знакомый нам нашей аудитории. Значит, здесь каждый день с интервалом 2-3 часа публиковались небольшие фрагменты записи за конкретный день и выкладывались в виде отдельных твитов, словно они отражают события, мысли и эмоции в реальном времени. Что-то произошло, вот он это пишет. Потом еще что-то его навело на новые мысли, он опять что-то пишет. Ну, пользователи, понятно, могут оставлять лайки, делать ретвиты и оставлять комментарии, но при этом часть комментариев делается тоже от лица как бы самого Пипса, как будто он сам участвует в обсуждении вот этих собственных событий жизни. И в таком формате и жизнь Пипса, и, соответственно, дневник не воспринимается как единство, скорее, как максимально непосредственные, какие-то очень житейские реакции на повседневные триггеры. И это даже несмотря на, в общем, довольно все-таки архаичный язык и явно устаревшие элементы повседневности, почти сводит на нет историческую дистанцию между читателем и автором, Пипс превращается в такого рода своего парня. К нему обращаются Сэм, олдбой, старина, мальчик мой и так далее. И при этом в силу постоянного вот этого чтения этот вот парень, он все время присутствует в жизни читателя, и пользователи начинают с легкостью экстраполировать на него свой опыт, даже понимая, что он, в общем, не совсем настоящий автор твитов. Вот тут я тебя услышал, Сэм, да, мы все чувствуем себя примерно так же и так далее. И ирония, которой пронизаны эти комментарии, это одновременно ирония по отношению и к Пипсу, и к собственной жизни пользователя. Там не вошло это в слайд, но, например, Пипс пишет, что у него сломалась карета, и он не смог там добраться, куда захотел, и пользователь отвечает, отлично тебя понимаю, старина, у меня тоже сегодня машина не завелась. Второй проект, более ранний, это публикация на специально созданной странице, посвященной дневнику. И здесь запись каждого дня выкладывалась в одно и то же время, как единый текст, как бы вот осмысляющий только что произошедшее в течение этого дня событие, как будто он вот только что написан. Пользователи тут тоже могут оставлять комментарии, но при этом они еще могут создавать отдельные тематические беседы между собой, делиться материалами, создавать внутренние разделы сайта, наполнять их информацией. И из этого, например, выросла целая энциклопедия, в которой усилиями этих читателей собрана информация о людях, местах, различных событиях, повседневных практиках, которые упоминаются ПИПС. Здесь степень эмоционального вовлечения тоже существенна, может быть, даже оказывается больше, чем в Твиттере, в силу более целостного образа и ПИПСа, и его жизни, и текста дневника. Сами пользователи уподобляют его в такой современной дневниковой форме блогу, достаточно интимному блогу. Но при этом практика взаимодействия с текстом, она оказывается другой. Большая часть комментариев обращена не к ПИПСу, как в случае с Твиттером, а к вот этому сообществу читателей. И она связана с пониманием текста, поступков, выяснением каких-то упоминающихся деталей. Вот тут появляется много ссылок, много вопросов о том, а вот как нам понимать вот это, и пользователи это обсуждают. И даже если появляется какая-то эмоциональная реакция, вот тут как хорошо мы знаем, что Сэм тоже бегал здорово, здорово, да, она скорее связана вот с некоторым таким выживанием, что ли, да, пониманием того, что как это раньше велось. Очень много вопросов и объяснений связано с попыткой пояснить его эмоции, его поступки, его реакции и так далее. И это очень напоминает всякие фанатские сообщества, связанные с обсуждением вот любимого продукта, ну, скажем, исторических сериалов, где тоже много внимания уделено тому, чтобы понять вот эти вот детали прошлого. И, собственно, помимо идеи блога в обсуждении всё время присутствует образ дневника как грамматического кино, особенно сериала. Ну, вот здесь вот в первой цитате отсылка к мыльной опере английской фермы Эмердейл, которая с 70-х годов там идёт на британском сериале, на британском телевидении. Один из пользователей даже то и дело придумывает диалоги, которые могли бы случиться в описываемой в дневнике ситуации, но в тексте дневника этих диалогов нету, их вот как бы не хватает для этой драматической картины сериальной, и вот он, значит, вставляет эти придумыванные диалоги. И вот эти вот фреймы, эти рамки, которые пользователи применяют к тексту, они очень сильно влияют на восприятие. И такая сериальность, она привносит, с одной стороны, ощущение дневника как некоторого драматического, такого почти приключенческого повествования, которое развивается по определённой логике, и участники проекта даже намеренно не забегают вперёд. Сразу оговорюсь, что текст дневника полный, при этом доступен в сети, на других платформах. Но желая найти ответы на обсуждаемые вопросы, они вперёд не забегают и рассматривают всяческие комментарии о будущем, где, значит, один из пользователей говорит, что всё закончилось хорошо, да, не волнуйтесь, например, рассматривают как спойлер, помещают как спойлер для того, чтобы их можно было не читать и не нарушать вот эту вот интригу повествования. И на самом деле, как мне кажется, это сближает читательский опыт с авторским, потому что он к минимуму сводит вот это понимание того, что там будет в будущем и к чему проведёт то, что происходит сейчас. Аллюзия на сериалы подчёркивает также и ритмизированность текста и чтения, поскольку записи выкладываются регулярно в одно и то же время, и пользователи пишут, что у меня это появляется в три часа, я не могу удержаться и не заглянуть, что же там написано, а потом приходится ещё раз возвращаться для того, чтобы ещё прочитать комментарии к этому, которые появляются в течение дня. С одной стороны, да, вот речь идёт о такого предвкушении, что ли, каждого нового эпизода и начала обсуждения этого эпизода, а с другой стороны о том, что такое чтение требует дисциплинированности, потому что надо вовремя выделять время для всего этого, потому что потом появится новая запись, потом ещё одна, и обсуждать предыдущие уже, в общем, никому не интересно. Если ты не успел в течение дня, значит, в это включиться, то оно как бы уже уходит, обсуждение идёт дальше. И в этом отношении тоже чтение позволяет прочувствовать саму практику ведения дневника, которая тоже требует вот такой определённой дисциплины. Дневник в силу самой его такой поделанной структуры требует, чтобы к нему нужно было регулярно возвращаться. И комментарии, которые появляются, они подчёркивают и обнаруживают вот это переживание и понимание включённости дневника в повседневный опыт, когда он не отделён от проживания собственной жизни и является одним источником удовольствия, потому что для самих пользователей, для самих читателей он тоже становится частью повседневной жизни. Вот первая Дженни, она сетует на то, этот 2003 год, что у неё нет интернета дома, ей надо идти в выходные куда-то в интернет-кафе для того, чтобы это что-то читать. Второй автор сообщает, что он обсуждает всё это со своей женой и собакой и так далее. Там довольно много таких комментариев. И мне кажется, что это то, что как раз сближает эти два проекта, хотя понятно, что удовольствие, которое получают читатели, оно несколько разное, но тем не менее, это удовольствие, которое вот всё время присутствует в твоей жизни и становится частью повседневности самих этих читателей. Учитывая, что дневник вёлся и, соответственно, читался на протяжении девяти с половиной лет, это действительно такое очень медленное чтение, которое становится постоянным фактором в жизни пользователей. И это то, что очень сильно отличает эти версии взаимодействия с текстом. Поэтому, когда оба проекта подошли к концу, расставание вызвало очень эмоциональную реакцию. Вот как раз одна из цитат вынесена в название доклада. Последняя запись дневника, она получила очень большое количество комментариев, и почти все эти комментарии уже не связаны с содержанием этой записи, ну, только с сожалением самого Пипса, а в основном они связаны с выражением, да, пропустила картинку, да, как раз по поводу медленного чтения, вот, да, тут. Мы до сих пор в январе, да, в общем, если бы мы читали обычным образом, мы бы уже прочитали, да, там, гораздо больше. Значит, и вот эти, значит, комментарии, связанные с сожалением, с расставанием текста, да, здесь их довольно много, они разные, и, в общем, они подчеркивают, что речь идет не просто о привычной печали читателя дневника от того, что заканчивается хороший текст, от того, что заканчивается некоторая, да, вот такая близость с автором, но очень заметно в этих в этих репликах, то, что конец дневника это конец какого-то привычного, ставшего привычным для самих пользователей образа жизни. И вот это переживание, опять же-таки, на мой взгляд, очень близко к авторскому. Пипс не хочет расставаться с дневником, он делает это вынужденно, и тут, да, тоже такая очень драматическая преподнесенная история, у него очень сильно болят глаза, и он надеется, что он в какой-то форме еще сможет продолжать писать дневник, потому что закончить дневник это равносильно вот тому, что увидеть тому, что я схожу в могилу, мы знаем, что этого не случилось, да, и слуги этот дневник не ведут, но мне интересно здесь то, что вот такой читатель может как раз почувствовать на себе, насколько действительно важно это решение, и насколько это решение меняет весь повседневный опыт, да, потому что дело не только в том, что вечера надо занимать теперь чем-то другим, да, потому что мы не ведем дневник или не читаем дневник, но, как подмечали исследователи, Пипс не сразу, но с какого-то момента начинает подстраивать свою жизнь под дневник, он делал что-то, о чем было бы здорово написать, он, сама привычка к наблюдению и самонаблюдению была нацелена на дневник, да, он привыкает наблюдать за какими-то мелкими событиями, и как у читателей этих проектов, у автора дневника с его окончанием перестраивается вся повседневность, и такой тип чтения подчеркивает, что дневник это в первую очередь практика, вокруг которой начинает восстраиваться сама жизнь, и поэтому каждый новый акт, каждый новый день требует продолжения письма, и прекращение письма это всегда слом, который обозначает достаточно важные изменения в повседневной жизни, таким образом сама практика вот такой ежедневной фиксации жизни неизбежно связана с некоторым ощущением печали, либо от того, что эта повседневность сохраняется, если она каким-то образом ужасна, либо от того, что она нарушается. И все это возвращает нас к тому, о чем шла речь в предисловии к изданию поздних дневников Пипса. Почему он никогда не возобновлял эту практику, несмотря на то, что его зрение наладилось? Я думаю, что одним из ответов на этот вопрос является как раз то, что он прекрасно знал, что значит вести такой дневник. Все последующие его тексты подобного рода, они были очень короткими, ситуативными, связанными фиксацией определенных важных дел или определенного типа впечатлений. И если возвращаться к началу и к изданию поздних дневников Пипса и к идее чтения дневника как меланхолического опыта, мне кажется, что, во-первых, само издание поздних дневников Пипса, которые раньше были интересны только очень узкому кругу специалистов, потому что там речь идет просто об обсуждении дел в военном морском ведомстве. И поэтому оно было экономически невыгодно просто, зачем публиковать такие тексты. Теперь оно стало возможным благодаря этому новому интересу широкой аудитории, порожденному вот такого рода проектами. А во-вторых, что проекты Гифорда заставляют читателей почувствовать печаль, которая, в первую очередь, хорошо знакома авторам дневников, отчасти исследователям, которые, так же, как вот эти читатели, на какой-то промежуток времени делают чужой текст частью своей собственной жизни. И также мы можем предположить, как автор может перечитывать свой дневник, или как мы возвращаемся спустя какое-то время к уже изученному автобиографическому тексту. Эти проекты тоже предполагают возвращение с изрядной долей меланхолии, но это не эмпатическая меланхолия от сопереживания автора. Этот тип чтения заставляет как бы переживать ту же печаль, которую мог бы переживать автор. Спустя примерно полгода после окончания этих проектов, 1 января 2013 года, они оба были запущены еще раз, опять параллельно, и многие участники вернулись в них снова, и они читали теперь уже и текст, и комментарии, оставленные 10 лет назад, и грустили уже о собственной жизни, какой она была 10 лет назад. Они как бы читают свой собственный дневник, возвращаясь сюда. Этот второй цикл тоже уже завершен, но 1 января 2023 года стартует третий, и мы с вами можем присоединиться к нему и на себе испытать этот опыт чтения текста. Спасибо. Большое спасибо. Вообще, как мне кажется, есть, ну, помимо Пипса, который, конечно, это уникальная вещь, но я считаю, что там, скажем, салоны Дидро хорошо бы издать в качестве блогов, когда бы это стало доступней. Коллеги, вопросы, соображения? Вот у меня как раз был вопрос по французской части, ну, может быть, я не знаю, но там, например, Данжо, примерно та же эпоха, да, и тоже, ну, как бы вот постоянная, но мне кажется, что таких проектов не было и, может быть, и не может быть, потому что все-таки у Пипса гораздо, так сказать, содержание более интимного характера, что ли, более повседневного, и поэтому больше возможностей, ну, какой бы то ни было, так сказать, эмпатии, да, или не так. Да, я думаю, что это так, да, что это больше как бы соответствует интересам современной публики, это вот о чем Виктория, да, говорила, что вот эта вот повседневность, да, она оказывается важной и интересной, и там, когда завершился вот этот первый проект, пользователи как раз начинают обсуждать, а давайте мы еще что-то начнем читать, другие, и таким же образом, да, там возникает несколько, значит, предложений, но я не знаю, может быть, они были реализованы, я не нашла следов того, что появляются вот такие же проекты, понятно, что нужно, чтобы кто-то это организовал, а сам вот этот Фил Гиффорд, он явно был не заинтересован в этом, потому что для него это такой проект высказывания, да, не то, чтобы он хочет заниматься всю жизнь именно публикацией дневников, может быть, просто не нашелся такой человек, который смог создать платформу, да, и все это выложить, но я не нашла следов того, что другие дневники так же вот читались. Ну да, материалы-то есть во Франции, там и Ганкур в дневник. Да, 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 нет, и в Англии тоже достаточно количество текстов, которые можно было бы так читать, но нету. Ну, на самом деле, это довольно большая работа, это... спасибо большое за доклад, вообще очень интересный подход, я тоже начала думать, понятно, каждый думает про свое, кому бы можно было сдать из наших, и действительно, те наши соотечественники, которые вели такие экстенсивные, длительные дневники, они не интимные, это мало кому будет интересно, и формат, конечно, твиттера не всем подходит, простите, я все про Корфа, да, это такое ЖЖ, наверное, или Фейсбук, ну, что-то более, такое объемное, но, единственное, что, Анна, я пропустила, а этот Гиффорд, который издавал, он какое-то мило отношение, он филолог, или это просто такой проект заинтересованного фаната? Проект, да, скорее как художественный проект, мне кажется, ну, такой вот, да, продемонстрировать, вот, как оно по-другому работает, да, вот мы помещаем в другой медиа, да, в другую, как бы, контекст, да, по-другому это все читается, и информация воспринимается по-другому. Мне кажется, для него как раз было важно, что как только появились социальные сети, вот он сразу использует этот формат твиттера, и он запускает этот твиттер не сначала, да, вот не с первого дня дневника ПИПСа, а так, чтобы сделать эти два проекта параллельными, да, чтобы в один день выкладывать одни и те же записи, и поэтому как раз очень хорошо видно, как по-разному, значит, они читаются. Да, нет, ну, конечно, не дневник, но, по-моему, вот чтобы насквозь прочитать ПИПСа, это как насквозь прочитать мемуары Сан-Симона, это, видимо, невозможно все штуки, только вот в таком формате электронном, действительно. Ну, ну, поэтому и существует очень большое количество, да, изданий сокращенных, там, побольше, поменьше, но действительно его никто не читает таким образом, да, при том, что он, видимо, его как-то еще выдержками проходит в школях, потому что очень много проектов, там, на BBC, связанных с ПИПСах, они обращены к детям, и вот, да, вот эта картинка для привлечения внимания на самом первом слайде, она как раз была взята из одного таких проектов BBC, то есть, видимо, уже дети там по ходу изучения истории знакомят в какой-то явно усеченной форме с этим дневником, да, и дальше так вот он в этой усеченной форме для большинства и существует, и что интересно, пользователи этих проектов, они не только, как я уже сказала, не забегают вперед, но они стараются не дублировать комментарии, которые даны вот в этом большом, прекрасно откомментированном издании, они действительно ищут там что-то, что им интересно, не просто вообще все, что они не знают о 17 веке, они не выписывают комментарии из этого академического издания, они обращаются к нему только в тех случаях, когда там есть ответ на их собственный вопрос, на их собственный интерес. Мне кажется интересно, что вообще, ну так, судя по тем цитатам, которые вы приводили из комментариев, то, ну как бы их интересует моральная дилемма, да, там, я не знаю, как вот, или там какие-то психологические, да, ситуации, там, вот как он повел себя с женой, как там служанка, там, как жена повела себя, ну и так далее. Действительно. Ну да, во многом, да, но их интересуют и реалии того времени, очень сильно, они там разыскивают всякие, я не знаю, рецепты, да, он упоминает, что он ел там какой-нибудь свиной рулет, да, и они разыскивают в сети, там, все возможные рецепты, каким мог быть свиной рулет в прошлом, их интересуют и просто события вот политические, которые, да, там разворачиваются, потому что все, вся эта жизнь Пипса, да, которая там описана, она на фоне первых лет реставрации монархии в Англии, там очень бурные действительно события происходят, их тоже это очень интересует, они находят сведения обо всех упоминаемых лицах, там, поэтому тут интерес разный, там не все попало просто в мои цитаты, потому что вот это вот печаль, печаль, да, она связана скорее, конечно, с самой фигурой Пипса, а не с прошлым, в котором он живет. Ну, у меня такой небольшой вопрос, вот как часто бывает, ну, в таких, скажем, как википедии народных коллективных текстах, что, ну, какие-то ошибки, оговорки, там, скажем, фотографии одного человека выставляются вместо другого, вот были ли случаи вот на этом сайте, когда, ну, явно вот кто-то использует, пользователь что-то не то начинал писать, а другие его поправляли. И, насколько я понимаю, научного редактора там не предполагалось. Нет, там нет научного редактора, но там, очевидным образом, есть совсем дилетанты, и есть люди, которые интересуются историей. И тут тоже интересно, что в какой-то момент, да, туда, очевидным образом, присоединяются и специалисты, если не совсем по ПИПСу, да, но по каким-то близким вопросам, потому что это удобная форма, там, да, можно искать, хотя это не современная транскрипция, а старая транскрипция конца 19 века, но, тем не менее, можно там осуществлять поиск по словам, по именам, да, в этом смысле, это удобная платформа для исследователей, они тоже в какой-то момент туда присоединяются, и там, да, есть ситуации, когда кто-то кого-то поправляет, что это не совсем верно, они вместе радуются, да, большое спасибо, теперь мы оба знаем больше, чем знали раньше, но мне кажется, что в целом нету такого прям интереса проверить всю эту информацию, им интересно ее раздобыть, да, прочитать, все, что там даже не совсем связано непосредственно с текстом дневника, а вообще вокруг, да, там есть еще группы, в которых они тоже обмениваются всякими ссылками, информациями туда, пересылают всякие новости о том, что что-то нашли, где-то выставка проходит или что-то такое, то есть, вот эта вот выберка информации их не особенно интересует, да, их интересует сам процесс поиска, да, и как бы приобщение к чему-то такому вот интересному. Спасибо. 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 Спасибо.